Всем доброго времени суток, ребята. Такой немного позитива. Вот наши личинки, вернее уже, но это еще не малючки, личинки. Скалярка, это скалярия кой. Как вы помните, я вчера снимал видео, что сошла личинка, я ее аэратором раскидывал, чтобы она не сбивалась в клубки, но в клубки она все-таки сбивается, как мы видим. Она там, скажем так, 50 процентов интенсивно шевелится, но если хорошо присмотреться, ребят, если хорошо присмотреться, и вот сейчас мы это попробуем сделать, до этого я этого никогда не делал, сейчас будем делать это в первый раз, мы ее конкретно присветим. Вот видим, вот мы видим, и мы видим, что личинка та, которая в середине, в куче, она погибает. То есть личинку эту всю нужно, скажем так, раздвигать, чтобы она шевелилась, чтобы у нее желточные мешочки не белели, ей нужно движение. Вот по этой простой причине, вот мы убираем вот отсюда, где вся личинка плавает, аэрацию, вот и переустанавливаем ее, скажем так, вот сюда, и вот шевелим таким вот образом, так как мы шевелили раньше эту всю личинку. Разбиваем эти комки личинки, чтобы личинка двигалась. Погибает, скажем так, это личинка, очень, ребята, вот я сейчас реально вижу, что личинка замирает. Вот сейчас я попробую увеличить, скажем так, сделать контраст. Тяжело, тяжело даже, скажем так, вот. Видите, мешочки стоят белые, личинка слабенько шевелится. Свет здесь включен со вчерашнего дня, свет постоянно вот такой, ну, стационарный тетрадский светильник стоит. Вот он светит слабо, я еще добавил светодиоды, светодиодные, скажем так, лампы я добавил, чтобы более-менее был свет по всему периметру. Тетрадская лампа, она не очень яркая, как ночник. Вот сейчас мы расшевелили личинку, видите, личинка плывет. Вот, сегодня я уже хочу попробовать дать не артемию, а инфузорию. Вот, я сюда закинул несколько улиток, вот вы видите, вон-вон-вон улитки. Ну, честно вам, ребят, сказать, толку от них мало, но толк есть. Так как по дну, по дну была такая, как слизь, как муть какая-то, понимаете. Улитка, она нисколько съедает это все со дна, да, остатки ниточек, на которых прикреплена была личинка, чешуйка, допустим, с икринки. Вот, нисколько улитка это все подъедает, сколько она это все шевелит. А так как у нас есть аэрация и стоит, скажем так, аэрлифт-фильтр, вот, улиточка это все подымает в воду и водичка фильтруется. Поэтому, скажем так, дно встает чистеньким. Вот, и для личинки это более комфортно, так как она не цепляет, скажем так, бактерию себе на животик, скажем так, на свое, на свое тельце, так как, в принципе, личинка, она не защищена чешуйкой еще, скажем так, организм очень слабенький, очень слабенький, очень нежный и очень подвержен всяким бактериологическим, скажем так, вспышкам. То же самое касается инфузории, что нельзя перекальнивать личинку скалярии инфузорией, потому что инфузория может повредить конкретно самого малька. То есть, так как тельце малька очень-очень нежная, это не касается только скалярок, это касается и неонов, практически всех арацинок. Вот, но это лично мой вывод, вывод, основанный на практике. Вот сейчас мы посмотрим, вот мы это кубло, скажем так, расшевелили, вот, и сейчас личинка чувствует себя хорошо. В принципе, да, некоторая личинка, мы видим, поплыла, да, вот здесь вот так хорошо более-менее видно, некоторая уже поплыла. Вот, столб воды, в принципе, нормальный 10 сантиметров, можно уменьшить еще, можно уменьшить до 6 сантиметров. Вот под верхом вот щели чиночка вот уже стоит, сейчас, если будет видно, вот она под верхом стоит, видите? Вот. То есть, уже, в принципе, можно начинать кормить. Столб воды можно еще понизить, понижается еще, сейчас этот столб 10 сантиметров можно оставить, но, скажем так, я еще уменьшу на 2 сантиметра, по той простой причине, я буду делать доливку, доливку воды я буду давать с аквариума родителей, то есть, я не буду давать отстойную воду, вода у меня, как видите, есть еще, там 250 литров я только набрал, ну, на подмены хватит, думаю, хватит. Так как рыбки сейчас мало, и я вам еще покажу маленький такой казус, скажу, почему бы это произошло, но это, опять же, моя догадка. Вот, водичку я постепенно буду добавлять, добавлять, вот, чтобы убрать полностью синьку, то есть, синьку я буду убирать методом, скажем так, подмены, то есть, подменочка тоже здесь будет делаться, когда личинка вся подымется, вот, станет на горизонт, то есть, поплывет, мы отсифоним еще дно, то есть, мы уберем остатки вот этих всех, скажем так, ниточек, все, что осталось, я просифоним, сифонить мы будем вот через такую, скажем, губочку и шланга с трубкой, где она находится, пока не знаю. Ну, кто на меня смотрит, понимает, о чем здесь тяжело что-то найти, вот, и будем поднимать этого малючка, ребята, ребятки, интересно, это чистые кои должны быть, посмотрим, что из этого получится. Так, по этим малькам, ансиструс малыш, вот мы его сейчас видим, чувствует себя прекрасно, тот, что постарше ансиструс, ну, сейчас найти его, не знаю, ага, вот он тоже чувствует себя хорошо, прямо на обогревателе, вот, так, малек, малек жемчужного гурана, вот один, вот там еще малек, короче, малек тоже чувствует себя вот хорошо, вот мальки стоят, ну, я их покормил, они сейчас спокойно кушают, без ажиотажа, без кипиша, вот, там вдалеке тоже, я вижу мальки, ну, есть малек, немного, и здесь десяток, может больше, не считал. Опять же, я сделал выводы, почему легла основная, скажем так, основная вся личинка, и это, ребята, скажем так, не именно вода, да, был перепад в PH, вот, и я так думаю, что на водоканале хлор заменили другим препаратом, вот, даже я не думаю, я уже знаю, это подтвердили мне, что заменили на другой препарат, и теперь я не только отстаиваю воду, я еще добавляю, скажем, химикаты в воду, для осадки тяжелых металлов, вот, осаждаю тяжелые металлы, вот, такие новости здесь, так, ну, по остальным банкам все по-старому, Жорик чувствует себя хорошо, самочка полиняла, я говорю, вот, и теперь смотрим, что я вот обнаружил, вчера я запустил сюда барбуса, и абсолютно весь барбус, ребята, у нас лег, вот, видите, тадам, почему лег барбус, вот, вода даже помутнела, я специально, ребята, не убирал, я никогда не показывал мертвую рыбку, но сейчас покажу, чтобы никто не повторял такую, скажем, не делал таких ошибок, это касается именно разводчиков, ребята, если у вас завелися муравьи, если у вас завелися, скажем так, как мухи дроздафилы, никогда не применяйте яды, абсолютно никогда, вот у меня, скажем так, было здесь стадо муравьев, да, смотрите, вот здесь у меня муравьи просто кишили, так, вот я насыпал порошковый яд, вот я насыпал порошковый яд, но я когда сыпал, я не проконтролировал этот раз, куда они ходят, эти муравьи, то есть это я их поймал на полпути, я когда сегодня утром зашел и увидел падеж барбуса, вот барбуса, ну сколько, может десятка два уже было упавшего, и я уже по рыбе увидел, что рыба отравленная, я потом только увидел, что муравьи шли по балке, заползали на аквариум, вот, заползали сюда, 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 спускались, и вот видите, вот даже вот один вот ползает, вот один муравей, они здесь пили воду, здесь была куча мертвых муравьев, вот, рыба наелась отравленных муравьев, и рыбка легла, все очень просто, потому что все параметры воды, я протестил воду, вода вся в порядке, кроме одного, вот, фосфор, в этой воде фосфор, в состав яда входит, в основу яда входит фосфор, вот, вот такие вот неприятности, но это не страшно, как мы знаем, барбус, рыбка несложная, скажем так, вот у меня есть еще маточное поголовье, отсадим на нерест и вот, подростыши тоже вон еще остались, я не всех выловил, здесь, конечно, баночка, я покормил, и покормил я обильно, но не видно их, вот, конечно, я переборщил с артемией, вот, но ничего страшного, вот, потом второй фактор, ребята, рыбка бы выжила, да, рыбка бы выжила, видите, стоит обогреватель, в той банке обогревателя нету, рыбка, барбус, в основном, но она не любит, скажем так, теплую воду, здесь температура 26, 26, 27 градусов даже, хотя, кстати, мы сейчас даже посмотрим, 26, да, 27 градусов, мертвый малек, 25, 26, ну да, почти 27 градусов, там температура воды 20 градусов, там нету обогревателя, в банках, где нету обогревателя 20 градусов, 6-7 градусов перепад, то есть, перепад температуры, рыбку я переносил, с очком брал, сюда запускал, уже, скажем так, термошок у рыбки идет, да, уже у рыбки термошок, плюс отравленная вода, и рыбка легла, и легла она, скажем, в течение дня, можно, скажем, кто-то скажет, почему ты не выловил, это надо рыбку было спасать, ребята, можно было, конечно, можно спасать, возможно, мне бы удалось спасти 10 барбусов, я бы потерял целый день, спасая 10 рыбок, но в итоге я вам скажу, что рыбка уже как рыбка, она бы не была красивой, она бы не приносила потомство, кто торгует рыбкой, продать такую рыбку, это навредит своей репутации, ну, и теперь подумайте, есть ли смысл спасать такую рыбку, я лично в этом не вижу смысла, то есть, если пошел такой падеж, значит, нужно понять причину, установить эту причину, сделать выводы, чтобы не допускать больше таких ошибок, вот, то есть, две причины, это, скажем так, термический шок, что для барбуса не особо так страшно, ну, страшно для любой рыбки, но не для барбуса, огненного барбуса, и это, скажем так, я для насекомых, здесь я в данном случае конкретно я отраванул рыбку, это мой косяк, это мои бока, вот, ну, теперь о хорошем, вот, ну, я запустил самочку, инсиструс, я сюда сначала, в первый день я запустил самочку, сейчас, секундочку, ребят, я включу свет, если честно, я не хотел сегодня снимать видео, так, свет я включил, не хотел снимать видео, ну, а потом подумал, ну, вот, все, смотришь другие каналы, у всех всегда все хорошо, а у меня косяк за косяком, то один потоп, то три потопа в день, потом неделю потопов нету, вот, то еще что-то, то еще, а у других, вот почему, у других все всегда хорошо, вот, все нересты получаются, такие удачные, и все отлично, ну, только вот, я, скажем так, знаю два канальчика, ребята, которые показывают свои и удачи, нет, даже не два, четыре канала, и удачи, и неудачи, вот, и объясняют, и вот я стараюсь придерживаться, скажем так, ихнего мнения, для меня это люди авторитетные, я всегда, прежде чем что-то новое для себя делать, мониторю информацию именно на этих каналах, если у меня есть вопросы, я задаю этим ребятам, вот, мне они отвечают, вот, я уже, скажем так, даже, кто меня смотрит, вы уже догадались, что это за канал, и так как, это аквариумисты, аквариумисты активные, мы друг с другом общаемся, вот, это, сейчас можно даже сказать, это канал аквариум, как хобби, потом Аквавордс, мой друг, это канал, человек живет в Казахстане, город Актур, бро, тебе привет, вот, это Бетафиш канал, вот, это с Белоруссии канал, выговорить тяжело, на русском вообще не могу выговорить название канала, Аквадокс, окажется, что-то такое, тоже тебе привет, дружище, это с России канал, вот, аквариумист тоже держит раков, очень активный каналчик, очень активный подписчик, очень хороший друг, очень, скажем так, аквариумист, профессионал, не любитель, вот, тоже, ребята, советую этот каналчик, так как, очень интересные аквариумы, разновидность рыбок, человек тоже учится, любит это дело, одним словом, так, и вот сюда, ребята, запустил я еще ансеструсовый самец, это уже мой самец, моего производа, это с первого нереста, да, это с первого нереста, но он просто отдельно жил, и вот вон такой вымахал, вот, самочка, это тоже моя, вот, но это с другого нереста, то есть это не, нету их родственной связи, я надеюсь, вот, так же, ребят, закинул я сюда пельвококромиса пульхера, с ними все хорошо, все отлично, и сюда я подзакинул пельвококромиса пульхера, чтобы самец выбрал себе самочку, так как здесь самочка погибла, вот, ну погибла самочка, ребята, если честно, я так думаю, возраст, потому что самочки этой уже, этой паре, я не помню точно, но им, кажется, уже 4 года этой паре, если они все 5, вот, так, здесь тоже все у рыбок хорошо, все чудненько, вот такие, ребята, новости, купятники, здесь остались только гупи и анциструсы, гнездо я проверил, гнездо пустое, вчера я проверял, будем ждать приплода, такие новости на сегодня, я извиняюсь, видео немножко длинненькое вышло, но многие меня, конечно, осудят, что я вот не убрал, не помыл, не почистил и не показал вам пустой аквариум, а показал все так, как есть, так, как бывает, это бывает у каждого аквариумиста, расстраиваться, опускать руки ни в коем случае нельзя, вот, почему, потому что мы учимся, понимаете, ребята, и мы учимся, дай бог нам учиться, скажем так, на чужих ошибках, вот, не допуская своих, и не повторять чужие ошибки, это касается во всем, на этом все, ребята, всем спасибо за просмотр, и до завтра.